Как сообщается в релизе пресс-службы областного правительства, уже в течение года планируется смонтировать основные элементы конструкции будущего здания детской областной больницы. А сейчас о рабочей поездке представителей областного парламента. Санковский муниципальный округ посетили депутаты ЗАГС Собрания в рамках очередного парламентского дня. Законотворцы побывали в местном доме досуга, музыкальной школе, спортивном комплексе и провели встречу с общественностью. Цель таких поездок – выявление проблемных вопросов и выработка путей их решения. Об итогах поездки расскажет наш корреспондент. Санковский дом досуга – одно из наиболее популярных мест отдыха у жителей. Здесь работают различные кружки и секции как для детей, так и для взрослых. Еще четыре года назад здание представляло собой довольно печальное зрелище. Текла крыша, не было отопления. В 2019 году здание признали аварийным и закрыли для посещения. Но уже в следующем году здесь провели ремонт. Заменили полностью кровлю, полностью восстановили капитальные стены, сделали ремонт капитальные отопления, вентиляции, освещение. В этом году планируется провести капитальный ремонт зрительного зала. Все работы ведутся в рамках областной программы софинансирования. 10% суммы выделяется из местного бюджета, остальное – из областного. Рядом с домом досуга расположен один из городских парков. В прошлом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» начались работы по его благоустройству. Расчищена территория, сделан водоотвод, проведен частичный ремонт тротуара при въезде на территорию. Все работы планируется завершить к 2024 году. Следующий объект – физкультурно-спортивный комплекс, который построен в 2020 году. Здесь проводятся соревнования различных уровней, включая региональные и межмуниципальные турниры. Сейчас комплексу требуется дополнительное место для хранения спортивного инвентаря. Количество посещений растет, то есть ребята к нам приходят, мы докупаем спортивный инвентарь, но, к сожалению, у нас как раз сталкиваются с проблемой их хранения. Приходится импровизировать, ввозим в другие места. Далее – знакомство с Санковской музыкальной школой. Сейчас в ней обучается более 50 детей по направлению фортепиано и баян. В нынешнее оборудованное помещение школа переехала в прошлом году. Ранее преподаватели и их воспитанники ютились в здании, на которое, по словам главы района Андрея Гусева, смотреть было страшно. Местные власти нашли подходящее помещение, был проведен ремонт. После прошла традиционная встреча с общественностью и местными депутатами. Преобразование района в муниципальный округ произошло относительно недавно. Поэтому одной из тем встречи стало будущее развитие уже в новой территориальной схеме. Такую форму работы, как парламентский день, местные власти и сами депутаты оценивают очень высоко. Такие мероприятия надо проводить раз в год, минимум. Потому что это очень хорошее мероприятие. Приезжают люди, депутаты различных уровней. И вопросы, возникающие на селе, их представят присутствующие в зале депутаты, главы поселений. Итог парламентского дня в Санковском муниципальном округе подвел заместитель председателя законодательного собрания Тверской области Александр Клиновский. Мы приехали посмотреть те объекты благоустройства, которые были сделаны на условиях софинансирования. Мы посмотрели, как была сделана музыкальная школа, как фок был построен, который на условиях софинансирования. Действительно, объекты заслуживают внимания. Завершился парламентский день возложением цветов к обелиску победы. Завершился парламентский день.